30 апреля исполняется 375 лет со дня образования пожарной охраны России. В преддверии праздничной даты в Твери состоялось торжественное мероприятие. Отличившимся сотрудникам МЧС вручили региональные награды, а подразделениям ведомства передали ключи от новой техники. Участие в мероприятии приняли губернатор Игорь Руденя и начальник главного управления МЧС России по Тверской области Арсен Григорян. Тему продолжит Наталья Чекет. Восемь машин в ряд. Среди них есть уникальные. Например, эти самоходные амфибии «Боцман-Н» — плавающие экскаваторы от Тверского производителя. Это разработка местных специалистов, аналогов которой нет в России, а в мире лишь единицы. Технику будут использовать для тушения природных пожаров в труднодоступных местах. Техника на гусеничном ходу, высокой проходимости. Также может работать на плаву в водоемах, осуществлять забор воды, углубление дна. Самое главное — нам подать в кратчайшие сроки воду в очаги природных пожаров. Но это не всегда возможно. То есть данная техника позволяет нам добраться в кратчайшие сроки до источника воды, в частности, это болотистые места. Каждый выезд спасателей на место происшествия — это проверка на прочность не только людей, но и машин. Поэтому техническая оснащенность подразделения МЧС должна быть стопроцентной. Это новая аэролодка «Север-650К». Она способна не только плавать по воде, но и с легкостью передвигаться по заснеженной и ледяной поверхности. Основная часть судна — надувные баллоны, защищенные специальной чешуей, изготовленные из полимерных материалов. Ключи от новых машин в торжественной обстановке вручил губернатор Игорь Рудене. Глава региона отметил, что именно на пожарной площади 121 год назад была создана первая профессиональная пожарная часть Твери. А 181 год назад в Осташкове сформирована первая в стране добровольная пожарная команда. И по сей день специалисты МЧС честью продолжают выдающиеся традиции службы. Самых сложных, порой экстремальных ситуаций в людской жизни проявляют бесстрашие, высокий профессионализм. И благодаря вашей работе на протяжении последних лет у нас существенно сократилась страшная статистика. Это гибель людей при пожарах. И это именно благодаря работе и профилактике, которая сегодня проводится нашим МЧС, нашими пожарными. Хотел бы отдельно отметить работу наших пожарных на новых территориях, которые вошли в состав Российской Федерации некоторое время назад. У нас были активные командировки наших пожарных на эту территорию. Сейчас они продолжаются. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокие показатели, активную и плодотворную работу Игорь Руденя вручил региональные награды сотрудникам МЧС. В завершение участники мероприятия возложили цветы к памятнику пожарным и спасателям. А новая техника в ближайшее время заступит на боевое дежурство. Продолжение следует...